Квартирку продаёте? Я уже как бы готов заехать, так что давайте вещички наши киврушки и освобождаем. Я ничего не продаю. Получается нас ввели с вами в небольшой консенсус. Может тогда просто переночую, а то к чему нет? Ну вот и постоянно одна и та же песня. Что делать? Как купить квартиру? Как? Где найти? Так вообще-то квартиру уже никто и не ищет. Да и честно говоря, никогда не искали так квартиру люди. Есть же Циан. У Циана очень удобное приложение. Там можно выгодно продать квартиру и купить новую в ипотеку. заполнил анкетку и сразу в 7 банков отправил. А ну-ка! Вот диковина! Все, вопрос решен. Не отвлекаю. Так, comedian на шейфе. Соответственно,. Окей. Окей. Окей, я получу. Окей, ты можешь сделать. Я просто... Окей. Я... Девушка. Я просто... О, я просто... О, я просто... Пошел на шейф! О! Помога! Не отпустили. Не отпустили. Не отпустили. Ваня! 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 Проснувшись сегодня рано утром, я понял, что слишком рано вас оставил. Я ушел тогда, когда вы больше всего вам не нуждались. Но... Но больше я не уйду. Только не сейчас. Чуть не сломал. Ну что ж, это мое новое шоу. Перелезаем через заборы в костюме с Алексеем Чербаковым. Но ночью мы начинаем. Многие совершают ошибку и ложатся ночью спать, не въедая о том, что ночь самое страшное время. Ведь ночью выходят на охоту те, о которых так страшно рассказывают. Летучая мышь. Представьте ситуацию. Вы шли и за вами увязалась та самая летучая мышь, которая захотела попить вашу кровушку или что там у вас еще осталось. Но вдруг перед вами открывается забор. Ведь, как вы знаете, ни одна летучая мышь не может преодолеть забор. Ведь у нее нет костюма. Единственная мышь, которая есть костюм, это Ксения Собчак. Ну что ж, давайте проверим. Вот она подлетает. И вот, пожалуйста, мы просто начинаем скакивать. Есть прием захлест. Вот он. Ими самыми ногами вы помогаете себе перемахнуть остальное тело. Это один из самых простых способов преодолеть ночной забор и вызвать ночное такси. Еще немного. И вот, пожалуйста, практически мы на коне. Здесь ведущая мышь обычно уже бьется об этом заборе, а ты просто говоришь ей счастливо, когда-нибудь в следующей жизни. И пошел. Сучья мышь остался позади. Но препятствие не заканчивается. Надо перелазить. Потому что идти впустую ты рискуешь попасться под нас альбатросом и разным уукающим сычам. Вот передалучий забор. Обходить его все равно, что переходить китайскую стену. Буквально нам некогда тратить эти 20 минут. Но сейчас я просто сделаю один фит и вот я уже на коне. И раз. Секунду. Есть. Главное, чтобы ваши сандалии имели зацеп, иначе ничего не выйдет. Для тех, кому сложно, есть вот такой вариант, он намного легче. И вот здесь иногда приходится прибегнуть к помощи братьям нашим меньшим, а именно деревце, зацепившись за него, ты можешь аккуратненько спуститься вниз. Подставил, Тарас. Ну что ж, главное, что очередной забор за моими плечами, а это значит, что я все делаю правильно. Берегите себя, берегите свое время и ложитесь спать вовремя. Я только что укусил орел, потому что я хотел выпить яйца молодых птенцов. Как известно, орлы слишком ядовиты, и мне отказало все тело, кроме левой руки. Но что делать, если перед вами забор, и вам срочно нужно его преодолеть? Абсолютно обездвиженным, парализованным телом. Используйте только одну руку. Сейчас я вам расскажу. Сложности в этом нет практически никакой. Используйте. Комментарии излишни, ведь за мной это первый раз. Ну вот, практически и все. Осталось только прийти в себя и дождаться, пока приедут врачи из клиника Навального, и отскочают меня. Все будет в порядке. Наверное, сегодняшние наши приключения подошли к концу, и уже пора попрощаться, потому что сегодня... Вы что здесь третесь? Уж очень напугал меня этот крик. Знаете, многие любят дождь, ведь в нем можно спрятать свои слезы. Не знаю, я люблю ночь, ведь в ней можно спрятать свое дерьмо. А когда с утра все спохватятся и будут предъявлять завляпочное дерьмо, все подумают, что это какая-то собака. Ну что ж, эта ночь преподнесла мне мало сюрпризов сегодня. Мне хватило сил, мозгов, времени и ловкости преодолеть все трудности и перелезть все заборы, нигде не обходя. И теперь я был дома вовремя. И вы следите моим советом, и всегда пребудьте вовремя, и никогда не пропустите важное для себя событие. Будь то кремация бабушки-соседки, подхвативший стриппер, либо обыкновенный стриптиз до школьников. А я пошел домой. Мам! Я дома! Видит Бог, я хотел завязать со всем этим. Уйти на покой и жить спокойной жизнью. Но я не могу. Я просто не могу вас оставить, когда на улицах происходит такое. И я не смогу спокойно спать. А это значит, что заканчивать рано, и я никуда не уйду, чтобы не случалось вот такого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова